В древний город Джераш туристы попадают через южные ворота, или ворота Филадельфии, так как дорога сюда велась в Филадельфии, как раньше называла столицей Ордании город Аман. Многочисленные находки, сделанные во время раскопок в пределах городских стен и за ними, свидетельствуют о раннем заселении склонов окружающих холмов и долины. К началу II века до н.э. здесь, по соседству с местным семитским населением, начали селиться греко-македонские колонисты. Завоеванный генералом Помпием в 63 году до н.э. город, перешел к римлянам и был включен в Декаполис. Золотой век Джераша, или Гераса, как он тогда назывался, пришелся на эпоху римского владычества, после посещения его императором Адрианом. Он провел здесь зиму 130 года. Триумфальные ворота, названные в честь Адриана, стали южной точкой города. На перспективу они были отдалены от южных ворот на полкилометра, но город начал расти и развиваться в другом направлении. Джераш – самый большой и хорошо сохранившийся город греко-римской архитектуры. Интересны свои богатые истории, смешением греческого и римского стилей с древними традициями арабского Востока. Над городом возвышается храм Зевса. Рядом с ним Южный театр, построенный во время правления императора Домициана в начале 90-х годов н.э. Здесь давались музыкальные представления, выступали ораторы, зачитывались указы и императорские предписания. Также проводился ежегодный фестиваль в честь Трояна. В городе было три театра. Южный – самый большой и роскошный. Вмещал до 3000 зрителей. Театр до сих пор сохранил прекрасную акустику, доносящую сказанное на сцене до зрителей последних рядов. Овальная площадь – самое оригинальное сооружение Джираша и одно из интереснейших и красивых в архитектуре античного мира. Такая форма нигде больше не встречается в греко-римском мире, кроме площади в Константинополе. Овал площади – 90 метров в длину, на 80 метров в ширину. Большая часть ее периметра обрамлена колоннадой. Площадь вымощена камнями неправильной формы по овалу, и только на оси храма Зевса камни выложены прямо. Выход с овальной площади ведет на главную улицу города Кордо. Эти четыре гигантские коринфские колонны отмечали когда-то вход в торговый центр города. Улица была проложена во второй половине первого века и тянется на 800 метров до северных ворот. Диагональные ряды камней обеспечивали сохранность дороги. Колесницы, оставившие здесь свои следы, легко двигались по плотно пригнанным плитам, без шума и грохота. Этот великолепный образец провинциального римского градостроительства был полностью разрушен в результате страшного землетрясения 749 года. Позже, в результате долгих ливней, несколько мощнейших селевых потоков практически полностью погребли город. Джераш даже получил прозвище «Помпея Востока» с той лишь разницей, что к моменту финальной катастрофы здесь не было людей. Спрятанный от разрушителей подтоновым песка на долгие века, город сохранился до наших дней. В XIX веке поверх засыпанной восточной части Джераша современное поселение основали черкесы, бежавшие с Кавказа. А более или менее серьезные археологические работы здесь начались только в 1925 году и продолжают идти, открывая новые страницы истории и архитектуры. Многочисленные находки эпохи Палеолита, Неолита, Бронзового и Железного веков говорят о том, что люди проживали здесь еще в V тысячелетии до н.э. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова